Приветствую мои дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшенная Россия. Мы как раз рассказывать о наших российских деревнях и людях живущих в них. И сегодня двигаясь из Калужской области в Орловскую, ночью я проезжал этот замечательный город Карачев и решил здесь остановиться, чтобы узнать что тут интересного. Вообще друзья, что первое меня удивило это герб города Орла, почему-то он здесь присутствует, хотя Брянская область. И вот этот букетик интересный, такого герба еще красиво не встречал, поэтому нам надо узнать, что бы это значило. В общем давайте все по порядку, поехали. Друзья, этот фильм задумался как познавательный, но я не знал, что в конце встречу бабушку, которой очень нужна помощь. Поэтому досмотрите пожалуйста фильм до конца, а если у вас есть знакомые в Брянской области, особенно с Карачево, поделитесь пожалуйста эти видео с ними, чтобы как можно больше людей узнал о ней и смогло ей помочь. Ну что друзья, начнем знакомиться с Брянской областью, с Карачевского краеведческого музея. Здесь часов он открывается, несмотря на то, что сегодня воскресенье. В общем узнаем что-нибудь сейчас интересное. Здравствуйте, музей работает? Можно посетить? Да. Я видел сегодня, что городу 800 с чем-то лет, да? Карачево. Карачево упомянут как уже существующий город в 1146 году. Это летописный свод Ивана Грозного, написано Святослав. Ольгович побежит к ограду Карачеву, и скоро за ним погоню по еде Изяслав Давыдович. То есть это упоминание Карачева, и если от него считать, то это будет 1875 лет, но мы прибавляем еще несколько лет, сотен даже, потому что он уже был как настоящий город. Вот вообще весь наш Карачев находится на берегу реки Снежити, и хоть городок маленький, вот 14 церквей, откуда они взялись? Карачево в купеческий город. И купцы вкладывали, строили церкви. А скажи, я сейчас проценту проехал, как бы старых занятий не особо заметил. Потому что во время войны полностью был разрушен. Это даже удивительно, что он восстановлен. Парень, школьник, он уже выпустился, собрал фотографии Карачева во время оккупации. Это немцы себя фотографировали, так что интересные документальные фото. Карачево в сорок третий год. Ну, в сорок третий или в сорок третий. Ну, тут и освобождение города. В 80-90-е годы вот с ветеранами списывали школьники. Учащийся школы, такой-то, расскажите о своем боевом пути. И вот часто вот эти ветераны говорили, ребятки, неужели в Карачево школа какая-то построилась? Потому что когда мы отступали, ну, когда мы оставляли Карачево, это была свалка, все разбито, все разрушено. Поэтому Карачево утратил свой архитектурный опыт. Ну, вот видите, вот дореволюционный Карачево был. А, ух ты. То есть из этих зданий ничего не осталось? Ничего, совершенно. Это был купеческий маленький городок. Вот, часы золота, серебро. Да, вывеска. Да, да, да. Фотография 1910 года. Самое вообще старое здание, это Коскорсенский монастырь на бережке. Вот он. Это вообще и каменное здание, и каменная церковь. Это 1698 год. Это вот каменная церковь. Это действующий мужской монастырь. У него очень интересная история. Если в Искалужской области, может быть, знаете, Тихон-Калужский есть. Нет, я Сорловская. А, Сорловская. Так вот, это наш единственный святой, который причислен к лику святых, Тихон-Карачевский. Он жил в этом монастыре, и он был иноком и воином одновременно. Вот вы видите, у этого храма такая интересная архитектура. С правой стороны, вот в купольной части, вот такой столб. Это келья вот этого Тихона. Это был 16 век, и вот он смотрел в смотровое окно и ждал неприятелей. И когда крымские татары подходили к Карачеву, да, к Руси, он видел толпы конниц, видел клубы дыма, и вот он в набат звонил в колокол. И вот в этом монастыре он действующий, батюшка этого монастыря, нам отдал этот сундук. Долгое время он находился в этом монастыре. Сделан он в советский период из какой-то, видите, иконы. Ростовой, скорее всего, то есть икона в рост была. Ну, храмовая. Храмовая, да. Но в советское время кто-то пользовался им, потому что, сами понимаете, да, что это безбожное время было. И вот потом, дабы не выбросить, они отдали это все в монастырь. Но служители тоже не могут смотреть на это кощунство. И использовать его нельзя. И вот несколько лет назад они передали нам музей. Я в шоке просто. Здесь икона. Здесь икона. Обалдеть, друзья. Такого я еще не встречал нельзя. Четверть, ну, очень интересно. Русская, да, называется Четверть. Прямо она, видите, такая, на печать, такая, вот, ближе к, знаете, четверть. Мера объема, видите, такой сосуд какой-то. На первый раз вижу такое. Да, вообще, интересно, очень нам принесли тоже. Даже год, 1878. Ну, он длинно прямо, да, вот. Вот, редкость. Это вообще тут только, если посмотреть, там даже был геннад из Париж. У нас была мужская гимназия в Карачеве. И вот это был конец позапрошлого, скажем, уже редко составной. И до войны ребята занимались на уроках астрономией вот этой штукой. А когда немцы пришли, учитель закопал этот телескоп. И после войны уже откопал его, и он был уже как... Дети им пользовались на уроках, но уже в 60-е, 80-е годы уже никто не пользовался. Следующий зал у нас... Моя любимая тема. Да? Да. Ну, здесь тоже сборная солянка. Тут и 19-е века, и 20-е, помещений мало, все, вот, все поперемешано. Ну, вот, самовар вообще интересный. Редкий этот, производитель. Вот они, они. Да, не часто бывают. И вот, ну, тут репочка хорошая. Я самовар тоже коллекционирую. Репка вот, форма редкая тоже. Скажите, а вот какой-то брянский стиль есть, вот, вышивки? Ну, конечно, есть. У нас в Брянске была растительная вышивка. Интересно, как осваждают в стиле растения? Да, да, вот что я хочу сказать. Это вот брянская наша жизнь. Растительная, да? Это все старое, да? Да, это все старое подлинное. Здорово, такой плуг есть у меня. Мы недавно только заимели. Вот один житель города с 500 рублей нам его хватал в прошлом году. Да, это еще копейки. Сюда этих вот 500 рублей. Ну, а мы-то не можем вообще купить ничего. От спонсоров нет у вас? Да, ну, вы видите по музею, что нет никаких спонсоров. Все, ну... А сколько население здесь? 17. Пулеметчик. Пулемет, да, Макси. Давно у вас? Давно. Мечта моя такой, хочу все. Шачки. Музей. Музей. Да. Можно купить, но очень дорогие, конечно. Это настоящее оружие, да. Времен греко-отечественном районе. Хорошая коллекция у вас. Ну, да, и мало того мы еще разрешаем мальчикам, девочкам трогать. Мы называем это дотронуться до истории рукой. Можно, да, потрогать? Да, конечно. Немецкий ни разу не трогал. МП-38. Магазин все снимается, да? Ну, когда ты снимался. Ну, покажите, как... Как снимался? Я не знаю, я вообще не владею. Дно его. Нет, я не владею. Ну, когда ты чувствуешь оружие в руке, вес его, это же интересно. На что толку от него если он в витрине? Да, интересно. Мне винтовка нравится, допустим, ну, вот сама по себе, как у него вот это ложе и все, как вот это дерево, как она в руке лежит. И вообще истории ей, что 30 лет ей уже, что она все войны прошла. Ну, а вот этот, конечно, Судаева половче. И он маленький такой, и легкий. Да, не в каждом музее может такое. В общем, детей у вас полно, да, Иезовь? Ну, да. Какое посещение у вас тут? Сколько? Как часто приходит? Ну, похаживают, похаживают люди. Ну, каждый день кто-нибудь приходит. Ну, экскурсии планово, детские сады, школа. Сколько сотрудников? Около 10 тысяч, двое нас. Заведующие. 10 тысяч за год? Да. В общем, друзья, в музее, когда мне рассказывали про этот герб, камеру выключили, поэтому я сам расскажу вам в двух словах. Герб города Карачева остался с Орловской области, когда он был в составе Орловской губернии. А это просто букетик цветов, маков, которые здесь очень часто раньше выращивали. В общем, такая вот интересная история. Ну, а что, друзья, мне больше всего понравилось, Карачева, так это живая музыка на улице. Вот, зима его спиной, буквально около рынка играет мужчина. Вернее, и поет. Такая интересная атмосферка осенняя, баби лето, живая музыка вообще счастье переполняет. Все, поехали в район. Друзья, в общем, после музея я решил заехать в эту Воскресенскую церковь, вернее, это монастырь. И то, что меня здесь удивило, это необычная башня, которая вот находится наверху. Видно вам, не видно? Где он здесь? Вот эта башня необычная, пристроенная к самому большому куполу с бойницами. Смотрите, за окошками. Необычный пристрой такой, башенка дополнительная. Откуда велось наблюдение за крымскими татарами, которые с вами нападали иногда. Сейчас попробуем, может быть, кого-то из местных здесь есть. И вообще, может, поднимемся сюда, попробуем, может, разрешат. Было бы интересно посмотреть. Здравствуйте, а вы не скажете, у нас теперь работает сегодня? Что-то никого нету. Вон с утра. Да? А там... Бабушка куда-то уехал. А вы вообще недавно живете? Я здесь живу, 60 лет я здесь живу. А родом откуда? Родом я, водяна, в Ленингаде. А как здесь сказались? А воспитывалась я в Орловской области, потому что у меня родители умирали. Мне было 6 месяцев. И меня воспитывала бабушка, отцова мать. Красивый у вас домик? Домик. К этому домику нужный ремонт. А я осталась одна. Детей похоронила. А что случилось? У старшего сердце 45, умер. Младшему было 34, упустили. Был привлек легких, врачу упустили. Как вас зовут? А вы не познакомились? Меня Алексей зовут. А меня Люба. Бабушка Люба. Самой уже 76 лет, сама вся рассыпанная. А вы чем-то болеете? У меня крепко ноги болят, сынок. Суставы, коленки. А тут еще упала, разбилась. Грудь разбила. И вообще никакая. Помогать, спасибо соседкам. Магазин сходить, купить. Я уже никуда не хожу. А где вы работали? Я работала на радиозаводе. Здесь Карачева, да? Да. Ветеран труда. Медаль есть. А толку-то никакого. Но пенсии не хватает вам? Да какая... Ой, сынок. Ну что это за пенсия? Можно на эту пенсию у деревни сейчас прожить? А что здесь на ремонт? Какой вам нужен? Ой, сынок. Да тут если взяться за все. Ну такое самое критичное, что ли? У меня крыша течет. Посмотрю. Повесни. Улетит. Сейчас посмотрим. А давно стало протекать? Да как давно. Да уже и порядочно. Уже 19 лет как детей похоронила. А 26 лет как мужа схоронила. Поэтому все идет в упадок. Сейчас посмотрю. Забор валится. Дрова нету. Что там лестница не упала? Нет на месте? Да. Много конечно дырок тут. Сразу вижу. Вот отверстие. А вот да. Салфан. Тут по идее небольшой ремонт нужен. Так. Да. Вот салфан. Да. Получается в принципе вся крыша как-то протекает. Я не знаю друзья. Честно говоря. Вот отверстие. Дырка. Прогнила уже просто. Ух ты здесь этот рой. Как шершний получается. Ух ты. Вот дыра большая. Не провалиться бы здесь. Блин. Да друзья. Нужен специалист наверное. Вот вода потекает тут по трубам. Да. Надо конечно тут подремонтировать немножко. А то если что поедете, то попадете. Надеюсь что нет. Ну да. Много там у вас дырок. Крыша прогнила. Да. На мой век хватит шинок. Там элементарно пропенить можно немножко на первое время. Монтажной пены специальной. Сейчас снаружи посмотрю еще. Курочки у вас еще есть? Да, я держу курочек. А сегодня вот собаки бегали с чипами на ушах. Куда-то разогнали моих цыплят. Не нашла. Полазила сейчас по саду. Еле пришла. Где они не знают. Сейчас я пену монтажную приду. Я быстренько вам сделаю. Ой да ладно. Не глумится. Нормально. Это не сложно. Там на 5 минут делов то. Бесплатно не переживайте. Да я переживаю. 20 тысяч заедала. Одного же повода отдать никак не могу. Да не переживайте. Я вам бесплатно помогу. А какого года дома у вас вообще? 46 года. 46? Да. Так магазин. Я попробую вам помощников найти. Не переживайте. Ай, вот в этот магазин приду говорю. Ой, девчат. Там сыпется, там валится. Говорю, нет силы, денег нет. Все. Они говорят, тетя Люба, на ваш век хватит? И не заморачивайтесь. Ну, до 100 лет-то нужно дожить. Какое-то. Ой, сынок. Да какие до 100 лет. Господи. Хоть бы год еще прожить. Еще не знаю, что зиму делать. Вот они, дрова лежат. Пилить некому. А дрова кто привез вам? А это вот в церкви леса ломали. Вот здесь. И батюшка мне их отдал. Попробуем помощников найти. Ой, сыночек милый мой. Тяжело жить одиноким людям. Очень тяжело. Не переживайте, сейчас я приеду. Куплю средства. Я быстренько попробую дырочки замазать. Сейчас скоро буду. Не задевай голову. Не переживайте. Раз уж я пришел, не переживайте. Помогу. Ну что, друзья. Помощники из Карачева найдутся. Кто-то сможет попилить, пока у вас бабушки дрова. Иначе помогать ей некому. Ну что, друзья. Купил бабушке пенку для крыши водоотталкивающую. Взял конфетки, чай в подарок и пакет продуктов. Главное, чтобы бручки не провались. Хороший. Ты мне тоже сосиску купил. Там молоко, колбаса, сосиска. Что к этому положить? Милый мой, ну зачем? Лапочка ты моя. Так, вот вам чай к чаю и конфетки. Мой волк, милый. Пойдемте со мной чай пить. Сейчас крышу сделаю и потом чай попьем. Ну что, Тимур и его команда прибыли. Только без команды. И не Тимур. Бабушка все почитает. А чем ты деньги тратишь? Так, друзья, это не звезды на небе, это крыша наша. Здесь можно целую карту созвездий составить. Особенно вот в той части, где труба, большая дырка. Здесь прям хорошенько заливает. Сейчас будем делать. Опа. Ну что, друзья, цель выполнена. Основные дырки заделал на крышах тут. Конечно, остались проблемные. Там дырочка одна, но туда-туда сложно затянуться. И где труба. Вот так основную задачу, можно сказать, выполнил. Друзья, как вы знаете, в этом году YouTube отключил монетизацию. И сейчас мой канал существует только благодаря поддержке подписчиков. Поэтому, если вам нравится то, что я и Мангокоманда делал для вас, вы можете нас также поддержать. В описании этого фильма указана карта Тинькова и Сбербанка, по которым нам можно оказывать помощь. Если сложно поддержать нас финансово, можете просто поставить лайк под этим фильмом и написать хороший, добрый комментарий о нашей работе. Это тоже очень поможет нашему каналу. Большое спасибо за то, что у нас есть. А сейчас, друзья, пока я здесь работал, увидел такого мишку бабушки плюшевого. Без руки, правда, но сейчас спрошу у меня в музеях подарок. Подарить ему все равно не нужно. И еще, друзья, в музее сейчас с вами были. Увидел вот это вот теркино. Смотрите, без руки. У меня такого нет. Это вот как только в музее поговорили, а он здесь на чудаке валяется без дела. В общем, тоже спрошу сейчас. Может, подарят или куплю у нее. Ух ты, голуби дома. Голуби живут дома, да? Да. Как куречки. Я вот такую мишку видел старую. Подарите? Ой, господи. Да? В музее. Я старые вещи собираю просто. Да. Что-то с одним ухом. Это ваша игрушка? Это моих детей. Каких годов, Мишка, вообще? Ой, это 65-й год. Ух ты. И вот такой теркин. Подарите? Ой, да забирайте, ради бога. Как я их еще на свалку не выкинула. А они каких годов? Ну, где-то года, наверное, 60-е. Ага, спасибо. Первый раз вижу домашних голубей. Куда уже смылись? Интересно. Сейчас под печку побежит. А зимой-то они где? Он под печкой живет. И зимой тоже? Да. Один или все? Нет. Голубь и голубка. Ничего себе. А как они у вас? Они в этом году 12 штук вывели. Ого. И все взлетелись, да? Всех я их отправила на улицу. И здесь я их всех тут содержать буду. Так, корочка не больная? Что она лежит? Она хромает на руку у нее. Нет, она ручная. Марка. Она отрывается до марку. Гуля-гуля. На печке не спали раньше? Живица. Раньше спали на печке. Это раньше, когда зимой было крепко холодно, печка наше спасение была. Ясно. Ох ты, пёсик уже здесь не лает уже. Добы. Все у вас дома. Жук. Померчала бабка, и тебя потом вот жалей его, любит, чтобы его жить. А это еще один голубь, да? А этот у меня звонит. Он уже 7 лет у меня живет в доме. Ничего себе. А что с ним случилось? У него крыло сломано и лапка. Какой-то видно, что он больной. Я всех подбираю. Да? И собачь что-то хромает. Значит, на машину погапкала. Ну, как бабушка и болит. Да. Понимаете? Они вот дети подберут голубя на дороге, бегут. Бабушка, посмотрю, голубь, вот оно что-то не летает. Оставляйте. Посмотрю. Сынок, тут умойся пошел. А где вода у вас? Вот там. Воду выносите, да? Выношу. А что делать? По секундочку, по ведерочке. Да, такая малюсенькая кухня у вас. Как вы тут умещаетесь? Сынок, ну я ж одна. Что бы умещаться? Давай-ка. Пацанок, открывай-ка. Гулять-то гулять. Социальные службы вам помогают, приходят? Не ходила я еще никуда. Обычно говорят, после 8-10, а мне только 7-6. Приходите в гости ко мне. Мне все будет веселее. Я далеко живу в Орловской, видите, далеко. Вообще, я живу в Оренбургской области. Но вот на лето, на осень приезжаю в Орловскую. Скажите, когда вы самые счастливые годы были в жизни? Ой, самые счастливые годы у меня были. Вот, 1963 года и по 96-й. Когда были живы все. И вот в этой хате мы жили. Четверо их, свекровье и нас с мужем двое. Семь. В одном домике? Да. В одной комнате? Да, вот в этом домике. И как вы спали? Как жили? Просто. И вот мы с свекровью прожили 19 с половиной лет. Умерла ей было 93 года. Угу. Копейки, какие я получаю, то из этих копеек половину на лекарства уходят. Кому мы теперь старые нужны? Это редко кому, кто нуждается в этой старости. А теперь не крепко. Вон дом престарелых. И все. На куртик держите так, при душе? Да, вот сегодня две собаки разогнали моих цыплят. Не знаю где. Три вон только цыпленка. Где шесть, не знаю. А эти голуби все на крыше у вас живут? Они все живут на церкви. А, на церкви. Но жрать они приходят ко мне. Это это малое. Вся вот эта вот крыша усилена бывает голубями. У меня когда сын живой был, говорит, мам, ты знаешь, сколько я голубей насчитал? Я говорю, ну сколько, штук 50. Мам, говорит, я насчитал 300 штук и сбился со счета. Вот сейчас вылезет она. Вот, вот, где я села к моте. Как будто потрепал тут ее. Знаете, вот, сзади-то сырает, там морковка у меня лежит. Ух ты, а тут голубечка. В общем, пошел искать бабушку. Она пошла курей своих искать. И увидел, что у нее в огороде тут целое озеро. Представляете? Ну, вот, ручей, наверное, длился. Шикарное, конечно, место. Смотрите. Целый пруть. Шикарное место. У церкви. Ну, вот и живет одна, к сожалению. Что там случилось? Ой, да не достанем эти пленка. Здрасте. Живой? Да живой. Трех задрала собака. Один вон там. Один вон там. Ну, давайте попробуем. А как вы водите? Да? Разорвало. А как вы едете? Прямо так? Да я разозую сейчас. У меня штаны сухие есть еще с собой. Так, а если в воду прыгнет он? Не знаю, тогда что. Так, вот, поделки сейчас. Давно не купался. Ой. Модрит, не до слова. Идит, модрит. Все спасены? Живой. Подвиг. Так. У меня кое-что отмерзло. Вот нахуй все было приходить. Ну, что жалко, курица утонула бы. Ну, жалко, трех уже разорвали. Один вот там утонул белый, а двух он там черный. Вот разорвалось. Ну, вам хоть одного спасли. Так, мне срочно нужно пить девашки. А только что отмерзнет-то у меня на улице. Таких холодно. Осторожненько. Нет, мои ногами только лазить. По деревням. Все, сухой? Да? Хорошо. Остался уже теперь рассушить. Чайку горячего. Не, поеду, сейчас работы много. Спасибо тебе большое. Она обзалилась. Она бы не слезла с ума. Да и ничего страшного. Алеша, хоть я тебе бог вынес, а? Мим проезжал. Вот ты, мой дорогой. Первый раз вообще Брянская область. Если сюда в эту сторону поеду, обязательно заскочу еще. Ладно? Ради бога. Я дома постоянно. Я никуда не хожу. И сидите, ладно? Ну, все хорошее. До свидания. Спасибо, мой золотой ченочек. Давайте обниму вас. Давайте обнимите, господи. Заезжайте в любое время. Я все время дома. Хорошо. Вот и в ночь, если что-то, заезжайте. Хорошо. До свидания. До свидания. Иди, мой золотой, иди. Чуть я расплакался, друзья. Своей бабушки мне давно нет. Вот в такие моменты всегда грустно становится. Ну, вот такие дела. Друзья, к сожалению, в городе Карачево я проездом. И даже не знаю, получится мне снова сюда приехать или нет. Поэтому снова обращаюсь к вам за помощью. Пожалуйста, поделитесь этим видео с своими друзьями, чтобы как можно больше людей ознало об этой бабушке и смогло ей как-то помочь. Особенно с жителями Брянской области, города Карачево. Бабушке срочно нужно пилить дрова. Может, кто-то захочет к ней в гости приехать, чай попить. Может, продуктики привезет. Она будет ему счастлива. В описании я укажу ее номер телефона, адрес. Поэтому, друзья, надеюсь на вашу поддержку. Вот такой у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, поделитесь своими эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них и вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Ну что, друзья, весь мой джентльменский набор. Ладно, хоть у меня есть запасная одежда всегда. Я же путешествую, поэтому у меня несколько комплектов сухой одежды всегда с собой есть. Ну что, так получилось, что поделать.